здравствуйте друзья с вами борис оборотов и компания gsm repeater и точка ру сколько антенна вашем роутере 24 ребята из-за bt знает что антен никогда не бывает много поэтому сегодня мы расскажем вам о роутере с 8 антеннами вот такой ежик выпускается под моделью wg 2107 выглядит внушительно не правда ли компания zbt выпускает роутеры разных ценовых категорий с разными возможностями недавно на канале мы рассказывали про совсем базовую модель we 1626 сегодня как видите мы поговорим про гораздо более продвинутый роутер конечно он уже не совсем домашний wg 2107 скорее предназначен для опытных пользователей офисов и предприятий особенностью модели является возможность настройки сложных сценариев с резервированием связи можно сказать что эта модель предназначена для создания отказоустойчивых сетей закос под промышленные модели виден уже в дизайне он максимально лаконичный металлический корпус с возможностью горизонтального размещения или крепления на стену но давайте посмотрим что же он умеет начнем с того что роутер может подключаться к интернету по кабелю провайдера а может через сотовую сеть оператора для этого на передней панели устройства размещены два сим слота самого маленького формата на на так для чего здесь 8 антенн спросите вы давайте считать 4 антенна на задней панели отвечает за сотовую связь две антенны подключены к одному сотовому модему еще две ко второму по две антенны на модем нужны для работы технологии майма когда данные принимаются и передаются в двух поляризациях это увеличивает скорость мобильной сети и сегодня режим майма поддерживается почти везде где есть 4g интернет боковые антенны отвечают за вай-фай две антенны работают в диапазоне 2 и 4 гигагерца и еще две в диапазоне 5 гигагерц в вайфай также используется технология майма поэтому на каждый частотный диапазон предусмотрено по две антенны преимущество этого роутера в том что все антенны являются съемными вы можете заменить антенны одного или обоих модемов или разместить вайфай антенны на расстоянии от корпуса вот так выглядит роутер с отключенными антеннами здесь используются стандартные разъемы сама типа в случае с мобильным интернетом сменные антенны позволяют усилить сигнал за городом или в помещениях со слабым покрытием просто подключаете к этим разъемом уличные антенны майма и получаете устойчивый сигнал и быстрый интернет там где раньше роутер не мог подключиться к сети или показывал низкую скорость антенны вайфай тоже можно заменить на выносные это полезно например если роутер установлен в сервисном шкафу а беспроводная сеть нужна в соседнем помещении на передней панели помимо sim слотов расположены 5 гигабитных интернет портов один из них преднастроен в режиме вам для подсоединения кабеля провайдера остальные работают в режиме lan дополнительно имеется разъем юсби и слот для карт памяти micro sd таким образом роутер можно превратить в сетевое хранилище с общим доступом к файлам для всех пользователей порт юсби можно задействовать для подключения сетевой периферии наконец на корпусе размещены индикаторы по которым можно определить состояние роутера например наличие питания работу вайфай и мобильного подключения по умолчанию роутер поставляется со встроенными модемами квик тэйл еси 25 еси это хорошая проверенная модель четвертой категории со скоростью загрузки до 150 мегабит в секунду но к сожалению у этого модема нет поддержки агрегации частот чтобы исправить это модем и можно заменить на более быстрые наш магазин под заказ меняет эти модемы на известную модель и п-06 е которая уже имеет скорость до 300 мегабит в секунду с агрегацией двух полос частот роутер работает на базе open wrt даже базовая прошивка позволяет гибко настроить роутер под основные нужды полноценные настройки маршрутизации и вайфай а также всякие дополнительные штуки вроде приоритизации трафика и даже балансировки нагрузки такой вот обзор у нас получился в комментариях обязательно напишите хотели бы вы себе такой роутер домой или на даче ну и вообще полезны ли для вас его функции и возможности а ссылку на сам роутер и как всегда оставляю в описании к этому ролику на этом с вами прощаюсь ставьте лайки подписывайтесь на канал будьте всегда на связи и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok